Время по гримичу. Время слушать и слышать собеседника. Время слушать и слышать собеседника. Время слушать и слышать собеседника. Сегодня передача «Время по гримичу» подробно остановится на этой теме и мы побеседуем с человеком, который непосредственно занимался переговорным процессом с армянской стороной. Сегодня в студию CBC приглашен Тофик Зульфакаров, бывший замминистра иностранных дел, который долгие годы занимался именно этой темой. Господин Зульфакаров, что происходит сейчас на линии соприкосновения между Арменией и Азербайджаном? Прежде всего, я хотел бы несколько категорий обсудить с вами в отношении того, как с правовой точки зрения можно охарактеризовать нынешнюю ситуацию. Дело в том, что конфликт происходит между двумя государствами. Как вы знаете, он идет очень давно. Причиной и поводом конфликта стали территориальные претензии, официально заявленные Армянской республикой по отношению к Азербайджану. Эти территориальные претензии зафиксированы в том числе и соответствующими документами, такими как Армянская республика, такие как Конституция, Акт независимости и так далее. Следовательно, выражая или декларируя территориальные претензии к Азербайджану, Армения как бы представила миру свою позицию, где декларировала другие границы, отличные от тех, которые были во время распада Советского Союза. Так называемые административные границы союзных республик. И сложалась достаточно интересная юридическая коллизия, когда сегодня, после двух войн, по сути дела, сейчас мы находимся в неком таком двойственном юридическом положении, когда вы абсолютно правильно употребили термин «санитарная зона» или «линия распределения», «линия соприкосновения», «линия разделения», «условная граница». Можно привести несколько таких терминов, которые показывают, что юридически речь идет о территориальном конфликте, в рамках которого стороны пытаются определить свои границы. Я прошу прощения, я вас пробью. Там речь идет не только о тех территориях, которые Армения считала бы своими, но также и о семи районах, которые Армения не считала своими, но, тем не менее, они оставались под контролем Армении, и это должно было стать предметом переговоров, или как должны были решаться вопросы именно этих семи территорий? Вы знаете, существуют достаточно запутанные ситуации, потому что мы имеем несколько заявлений с армянской стороны, которые как бы дают нам понимание того, в чем заключается их понимание своей собственной границы. То есть я сказал о том, что в акте по независимости и Конституции было сказано о том, что они воссоединились, как они выразились там, с Нагорным Караманом. Это некая новая конфигурация границ. Затем этот же премьер-министр, который сейчас находится у власти, будучи в Шуше, заявил, что Арцах – это Армения. Но к тому времени, это было до войны 1920 года, к тому времени так называемый самопровозглашенный Арцах включал в себя и все оккупированные территории вокруг бывшей Нагорно-Карабахской области, которая, в общем-то, была отменена Азербайджанской республикой, автономия была упразднена. Но вот эти вот все территории были как бы присоединены к Армении, а это более в общей сложности около 14 тысяч квадратных километров. Я хочу заметить в этой связи, простите меня, что действительно вопрос осложняется, поскольку, признавая территориальную целостность Азербайджана, премьер-министр Пашинян привел цифры, предлагающие также принадлежность вот этих семи азербайджанских сел на территории Армении и под контролем армянских вооруженных сил и одного армянского села, которое находится на территории азербайджанского Нахичевания. Вот как здесь создавать вот эти санитарные коридоры? Будут резать по-живому? Как это будет происходить? Ну, если вернуться вот к той теме, о которой я говорил, как себе представляют в Армении территориальную целостность Армении, да, скажем так. Ну, вот присоединили еще и вот эти оккупированные территории, на которых была проведена тотальная этническая чистка. И только внутренних переселенцев в результате этой этнической чистки было, по данным UNHCR, Верховного комиссариата по делам беженцев, было более 758 тысяч человек. Итак, сегодня премьер Армении декларирует пожелание вернуться к границам 75-го года. Не 91-го. Ну, 91-го уже невозможно вернуться, потому что в 91-м году они уже официально, как бы в соответствии с собственным законодательством, с законодательством, политической логикой, декларируемой, они присоединили Нагорный Карабах, Нагорно-Карабахскую автономную область Азербайджана. Да, мы тоже не можем вернуться. Сейчас вот дело становится все запутаннее и запутаннее. Теперь тот же самый Пашинян, который говорит о другой вариации территориальной целостности Армении, говорит, нет, давайте вернемся к 75-му году. И тут вот как раз всплывает тема тех поселков, о которых вы сказали. Вот этих семи поселков, территорий. Да, это Англавы и Эксклавы, скажем так. Но это уже достаточно небольшая цифра территорий. Прошу, Пашинян, а почему, господин Сульфикаров, почему именно 75-й год, а не какой-то другой год? Ну, наверное, сам Пашинян родился, по-моему, в 75-м году. Я не знаю, потому что есть другая логика. Азербайджан говорит, вот как мы вошли в Советский Союз, с какими границами. Вот давайте так и проведем разграничения. И тут понятно, что армяне против. Почему? Потому что мы в Советский Союз или Закавказскую Федерацию вошли с большим количеством земель, которые были переданы большевиками. Это Зангизур, озеро Геича, его восточное побережье и так далее. Все это было передано, ну, скажем, большевиками и ковбюром. И теперь Азербайджан говорит, ну, хорошо, раз вы отменили свою границу сами, потому что, высказав территориальные претензии, вы как бы отказались, дезавуировали свою старую границу. И вот, и Азербайджан говорит, а почему нам не рассмотреть вариацию того, какая была граница, скажем, в 20-м году? Тоже логика, почему нет? Если мы вместе вошли в это государство, ну, вот теперь мы вышли и давайте пониже определим границу. Я хочу напомнить, не напомнить, а сказать нашим зрителям, что мы также попытались подключить к этой беседе спикера из Армении. До самой последней минуты наши продюсеры пытались договориться, но, к сожалению, никто не вышел с нами на связь. Я надеюсь, что в будущих передачах мы обязательно это сделаем, поскольку важно также услышать мнение армянской стороны. Но, тем не менее, сегодня у нас только один гость, гость из Азербайджана, господин Зульфыкаров, Тофик Зульфыкаров, бывший замминистра иностранных дел, который знает об этой теме не понаслышке, поскольку был участником переговорного процесса. Я напоминаю, что вы смотрите передачу «Время по Гримичу» на канале CBC. Это канал азербайджанской станции CBC, который любезно предоставил нам платформу для этой беседы. Пожалуйста, господин Зульфыкаров, я вас перебил. Вы, по-моему, коснулись сейчас темы Зангизурского коридора также. Что будет происходить с этим коридором? Ну, я хотел бы маленькое уточнение. Я в своей карьере был и замминистром, и министром тоже. Поэтому маленькое дополнение. А в переговорном процессе вы принимали участие как министр? Нет, и как министр, и как замминистр, и как специальный представитель президента Гейдар Аравии. Прошу, прошу. Как глава делегации. Прошу. Не, ну, секунду, тщеславие, извините, мне тоже. Это присуще нам всем, поверьте. Да. Мне тоже. Да, ну вот мы как бы подошли к этой теме. Поэтому сегодня вопрос определения будущей границы между Арменией и Азербайджаном, он стоит очень актуально. Потому что, ну вот, например, та же европейская миссия, которая сегодня работает в Армении, она определилась, что до сегодняшнего дня вот в этой зоне Зангизура, по-моему, более 100 населенных пунктов пустуют, потому что оттуда было выгнано азербайджанское население в ходе этого конфликта. И так далее. Поэтому Азербайджан, как бы, ну, беря пример в данном случае с армянской стороны, которая очень активно декларирует тематику прав и безопасности армян в Карабахе, начинает поднимать вопрос, а почему же эти же права не могут быть обеспечены, или какие-то особые преимущества не могут быть обеспечены, ну, азербайджанскому населению в нынешней Армении. Тем более, что это вопрос вообще в спорной территории. И так далее. Ну, там есть две темы. Там есть тема коммуникаций и тема определения, в конце концов, границ. Вот когда вы говорите о Зангизурском коридоре, эта тема, в общем-то, является специальным пунктом, отражена в специальном пункте трехстороннего заявления между подписанного 10 ноября 2020 года по результатам войны. Там говорится о так называемой «мигринской дороге», на которой должен быть обеспечен беспрепятственный проход, я так понимаю, грузов и людей между восточной частью Азербайджана и его западной частью Новчеванской автономной республики. Это ваше понимание. А какое понимание армянской стороны этого коридора? Раз нет у нас представителей от Армении. Там есть еще дополнение, если позвольте, чтобы до конца было ясно. Этот коридор будет осуществляться или работать под контролем пограничных войск ФСБ России. Но дело в том, что ФСБ России охраняет уже вот этот коридор. Почему? Потому что с 1992 года до этой границы размещены российские пограничники. И там ничего нового не произойдет. То есть, если там будет железная дорога идти вдоль границы, то контроль будут осуществлять те же самые пограничники, которые там есть на сегодняшний день. Но армянская сторона заявила о том, что все это может быть только в соответствии никакой экстратериальности не предполагается. Все это будет только в рамках армянского законодательства. Вот такая у них позиция. Вы упомянули тему охраны этого коридора силами ФСБ России. А в нынешней ситуации, на минувшей неделе, именно представители этих погранвойск попали под обстрел, насколько я понимаю. Какова была реакция России? Не совсем пограничники. Это были военнослужащие миротворческого контингента, временно размещенного на территории Азербайджана, вот в этой зоне. Это с азербайджанской стороны. И с армянской стороны, насколько я знаю, там у них открыто несколько застав пограничников российских. И там функционирует европейская миссия. Но на своей части, как бы, азербайджанские пограничники в сопровождении вот этих миротворцев устанавливали соответствующую или обустраивали вот этот лачинский пограничный пропускной пункт. Кстати, как он функционирует, можно посмотреть, посмотреть, потому что, насколько я знаю, там чуть ли не онлайн-трансляции в интернете. То есть, чтобы обеспечить полную прозрачность того, что там происходит, потому что звучат различные инсинуации, блокады и так далее. И с армянской стороны обстрелена была вот эта группа наших пограничников и миротворцев российских, которые вот там обустраивали вот этот фонд. То есть, технические, прошу прощения, технические вот нынешняя вспышка, перестрелка или обстрел территории Азербайджана, по-вашему, был вызван именно тем, что началось обустройство вот этого переходного пункта, так? Точнее, заканчивалось обустройство, потому что уже там, ну, какие-то там флаги вывешивались и так далее. Ну да, снайперский огонь был открыт с армянской стороны. Причем там были представители и российских военнослужащих, как я уже сказал, и азербайджанских пограничных. Кто был ранен в результате этого обстрела? Именно миротворцы или азербайджанские военнослужащие также? Ну, как я понимаю, там ввелся снайперский огонь и был ранен азербайджанский военнослужащий, который, ну, на флагштоке устанавливал азербайджанский флаг. Какова была реакция России? Такой официальной реакции я не увидел. Реакция Азербайджана заключалась в том, чтобы, применив соответствующие беспилотники, был уничтожен та позиция, из которой стреляли эти снайперы. Судя по тому, что было несколько таких обстрелов, очевидно, не удалось уничтожить снайпера. Или это было несколько снайперов? Ну, мы говорим сейчас о линии соприкосновения, и там, по сути дела, позиции. Поэтому Азербайджан, так сказать, уничтожал именно позиции, а где вы на той стороне, которые представляют его абсолютное логичное поведение военнослужащих. Поэтому тут вопрос о том, что, возвращаясь к началу нашей беседы, мы понимаем, что юридически и практически границы нет. Не удалось договориться о том, что же принять за основу этой границы. Потому что в результате действий вот этого всего проекта присоединения Карабаха к Армении создалась как бы юридическая ситуация, когда нет абсолютной ясности, как же выходить к взаимопониманию. Да, военное поражение Армения потерпела, но признать итоги этого военного положения поражения она не желает. Разве признание со стороны Пашиняна территориальной целостности Азербайджана нельзя рассматривать как признание поражения в этой войне? Это декларация, политическая декларация. Но есть еще такая сфера, как практические шаги. Вот в этой зоне Карабахи, которая находится под преминым контролем сил по поддержанию мира, из армянского бюджета каждый год выделяется, по-моему, 360 миллионов долларов. На эти деньги содержатся все так называемые чиновники, военнослужащие армянские, которых сейчас назвали совсем по-другому. Их назвали добровольцами. Кто-то из этих чиновников армянских, которые получают зарплату из бюджета армянского, называет себя президентами, министрами, членами парламента и так далее. Но на самом деле, как говорится, зарплату они получают из бюджета Армении. Поэтому признание территориальной целостности Азербайджана, озвучивание каких-то цифр, к сожалению, не дает никакого реального результата. Каков же выход из этого? Ваша оценка шансов на заключение мирного соглашения на сегодня? Ну, реалистично говорить о практических результатах того, что происходит сегодня. Итак, мы видим, заявление Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана не подкрепляется практическими шагами. Азербайджан, его главная цель, и главная цель нашей внутренней и внешней политики – обеспечение территориальной целостности, восстановление ее, обеспечение суверенитета и обеспечение того, что в наши внутренние дела не будет вмешиваться государство под названием Республика Армения. Исходя из того, какие шаги сегодня предпринимает политическая элита Армении, у меня не создается ощущение того, что они стремятся к нему. К сожалению. Это очень пессимистичная картина, которую вы нарисовали сегодня. Это реалистичная картина. А вы реалист, не пессимист. Я думаю, что сейчас в данном случае можно использовать оба эти термина, потому что реализм, он бывает либо оптимистичным, либо пессимистичным. Какие силы могут сподвигнуть армянскую сторону к более практичному с вашей стороны решению этой проблемы? Сегодня мы видим, что влияние России на регион ослабевает. И союзник Армении – Россия уже не в состоянии оказывать и то содействие, и ту помощь, включая военную, как это было 30 лет, когда Армения оккупировала наши территории. Сегодня стоит вопрос о том, чтобы Армения перешла как бы от России, под патронаж Запада. Я думаю, что у Запада сегодня имеется уникальная возможность воздействовать на Армению и на ее политическую элиту в таком направлении, чтобы она признала существующие реалии и освободила регион и свое государство от каких-то иллюзий, которые были навязаны в свое время национал-популисты. Потому что иметь территориальные претензии к сегодня в этом регионе Армении, к Турции, к Азербайджану – это крайне негде. С одной стороны, 10-миллионная Азербайджан, с другой стороны, 80-миллионная Турция. Двухмиллионная Армения в этой ситуации пытается продолжать политику территориальных претензий к Азербайджану и к Турции. Это все, на мой взгляд, очень нереалистично и очень пессимистично. По крайней мере, для Армении точно. Павел Иванович, пока Равшинку. Подытурживая нашу беседу, хочу поблагодарить вас. Я надеюсь, что нам удастся встретиться вскоре еще раз, пригласив также представителей армянской стороны. Было бы интересно услышать вашу дискуссию и, может быть, удастся как-то сблизить позиции сторон по этому вопросу. Пока мне только остается еще раз поблагодарить вас. С нами был бывший замминистра, а также министр иностранных дел Республики Азербайджан, господин Зульфукаров. Большое вам спасибо. Вы были на канале CBC. Это азербайджанский телеканал. Программа наша называется «Время по гримвичу». Всего доброго. До скорых встреч. Время по гримвичу. Время слушать и слышать собеседника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова